Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова, и это видео завораживающий русский, где мы говорим о самых длинных, интересных, оригинальных словах русского языка только на медленном русском языке. Смотрите субтитры, автоматические субтитры, они работают хорошо. Если вам нравится моя работа, посмотрите на моём сайте russianpodcast.eu. Там много бесплатных подкастов, можете их слушать. Там есть транскрипции к этим подкастам, упражнения на перевод. Также приходите в мой клуб «Русская дача». «Русская дача» — это видео и подкасты каждые пять дней. И сегодня у нас интересное слово — это непредсказуемый. Непредсказуемый. Непредсказуемый человек или, например, непредсказуемая погода — это когда мы не можем знать, какой будет погода, какой будет человек. Например, непредсказуемая погода — это когда утром может быть солнце, вечером может быть дождь, потом опять солнце, потом гроза, потом опять солнце. Это непредсказуемая погода. «Предсказать» — это от слова «перед», «сказать». «Сказать перед» значит сказать раньше, до чего-то, раньше сказать, что будет. Непредсказуемый, значит, мы не можем сказать, что будет перед, что будет раньше. Непредсказуемый человек, например, это человек, который... Мы не знаем, как он или она она будет реагировать, это непредсказуемый человек. Например, мы можем сказать, мы можем сказать, вчера Александр был в хорошем настроении, то есть у него хорошие эмоции, но он такой непредсказуемый, мы не знаем, каким он будет сегодня. Очень трудно, когда, например, начальник, начальник это наш босс, когда босс непредсказуемый человек, правда, потому что он или она сегодня делает комплименты, завтра будет кричать, например, непредсказуемый. Мне нравится, да, непредсказуемая погода. Также можно сказать непредсказуемая реакция, когда мы не могли, не можем сказать, какой будет реакция. Вот такое нетрудное слово, но очень полезное. Напишите, пожалуйста, друзья, примеры в комментариях на русском языке, только на русском. Я не люблю, когда вы пишете не на русском языке, а я буду читать ваши комментарии, их исправлять, то есть корректировать. Спасибо, что смотрите, ставьте лайк-лайк-лайк, подписывайтесь, и до скорого, пока-пока.